МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Лондонской национальной галерее выставка шедевров Пабло Пикассо. Масштабная экспозиция рассказывает о поисках и находках великого мастера. Бедная Лиза Карамзина в современной хореографии Аллы Сигаловой. Премьера спектакля с участием Чулпан Хаматовой и Андрея Мирхурьева. ПЕСНЯ Долгожданная премьера прошла в Москве. Алла Сигалова представила спектакль «Бедная Лиза». Это совместный проект театра нации в фестивале «Территория». Грустная и сентиментальная история любви, написанная Карамзиным еще в 1792 году, ничуть не устарела. А благодаря музыке Леонида Десятникова и неожиданной хореографии Сигаловой зазвучала ярко и свежо. На сцене прима-современника Чулпан Хаматова и солист Большого театра Андрей Меркурьев. Елена Ворошилова посмотрела спектакль и убедилась, что о любви не все сказано. Премьеру «Бедной Лизы» ждали еще в октябре. О спектакле писали и говорили все столичные СМИ. Евгений Миронов сразу определил приоритеты проекта. Главный аргумент... Сигалова, Хаматова, Меркурьев, Десятников. Никаких больше аргументов не потребовалось. Последние два месяца Сигалова не выходила из репетиционного зала, выжимая все соки из Меркурьева и Хаматовой. Те не возражали. «Бедная Лиза» Десятникова шанс попробовать себя в новом качестве. Чулпан Хаматовой танцовщицей, Андрею Меркурьеву – актером. Любой выбор и назначение актера на роль – это уже есть концепция спектакля, концепция персонажей, которые будут рождаться. Страшная очередь. Актриса волнуется как первокурсница. А ведь она давно звезда кино и театра. О танцевальном спектакле мечтала втайне от всех. Когда Сигалова позвонила, сразу сказала «да». Когда заговорили обедной Лизе Десятниковой и стала учить движение, призадумалась. Язык такой достаточно непростой. Она показывает, кажется, ой, боже мой, нечего делать. Начинаешь делать и понимаешь, что все как не по-человечески. Ноги согнутые, какие-то все корявые, руки не поднимаются. А вот солист Большого Андрей Меркурьев, знавший Сигалову еще по Мариинке, не сомневался ни минуты. Чулпан – его любимая драматическая актриса. Упустить такой шанс он просто не мог. На каждую репетицию приходил с цветами. Подхватывал на лету, когда Чулпан теряла равновесие. Она делает пластику, она делает актерский, великолепно. И я думаю, что не надо выходить, надо брать другого артиста и ставить. Дальше я начинаю проходить, подходит ко мне Хаматова и говорит, я после тебя не могу выйти. Идея постановки бедной Лизы не давала покоя Сигаловой больше пяти лет. Когда на руках оказалась запись музыки, хореограф с головой ушла в проект. Сигалова перенесла действия оперы в наши дни. Ее эраст и Лиза встречаются в современном кинотеатре. Они столкнутся на последнем сеансе, останутся одни в зале и под музыку Десятникова проживут свою историю любви. Танец станет красноречивее слов. У нас не балетный спектакль, поэтому тут невозможно сказать, кому было тяжелее и кто же зашел все-таки на чужую территорию. Здесь нет территории ни чужой, ни родной. Здесь какая-то новая территория, которую мы осваивали все вместе. Запомнить хореографию оказалось сложнее, чем текст. Челпан Хаматова разучивала движение 24 часа в сутки. На репетициях дома, за рулем. А тут еще время поджимало. Но Сигалова скидок не делала ни себе, ни артистам. Когда мы репетируем 2 часа, еще впереди 2 часа, я говорю, Алла, давайте я попью чай и продолжим. И Алла говорит, да, отлично. Чай пить не будем, сразу продолжим. Пластика Сигаловой оказалась непростой и для Андрея Меркурьева. А ведь он не только классику, форсайта танцевал. Непривычно было и отсутствие сцены. В такой близости от зрителей он еще никогда не работал. Здесь, конечно, мне было тяжело себя пересилить, чтобы не переигрывать, чтобы не делать, знаете, ведь можно просто встать, а можно еще переигрывать все это. И это получается смешно. Они сделали этот проект на одном дыхании, хотя репетиции приходилось совмещать с работой в своих театрах. Теперь коллеги по цеху разводят руками и говорят о синтезе в искусстве. Это способ дыхания в этом спектакле. Это способ разговора, выражения чувств, когда невозможно говорить. В этот вечер первый выход на зрителя. Они еще не привыкли к свету, залу, но бедная Лиза уже получила право на жизнь. На премьеру в Санкт-Петербурге Сигалова ждет Десятникова. Тогда вся команда будет в сборе. Елена Ворошилова, Андрей Тарасенко, Владимир Полонин. Служба информации телеканала «Культура». Виктор Третьяков, Владимир Спиваков, Татьяна Гринденко, Павел Коган, Дора Шварцберг, Александр Брусиловский. Этих прославленных музыкантов объединяет имя их учителя Юрия Янкелевича. 7 марта исполняется 100 лет со дня рождения основателя всемирно известной исполнительской школы. В Омске, родном городе Янкелевича, в эти дни впервые проходит международный конкурс скрипачей. Мастерство исполнителей из 12 стран оценивают ученики выдающегося музыканта и педагога. Репортаж Динары Шамец. В списке учеников 1920 года старейшей в Омске музыкальной школы будущая оперная прима, как ее еще называли, сибирский соловей Дебора Пантофель, композитор, директор Московской консерватории Виссарион Шабалин, а под номером 374 значится основатель всемирно известной скрипичной школы Юрий Янкелевич. Успехи его многочисленных звездных учеников со временем затмели имя учителя, но продолжили главное дело его жизни. Мы все в разных местах земного шара продолжаем учить ребят, и они продолжают эту школу. Габриэль Чалик в Омск приехал из Франции. Вместе с братом-аккомпаниатором почти год готовил программу для омского конкурса. Звездное жюри, почетным президентом которого значится Владимир Спиваков, и сильные соперники не пугают. Уверенности придают творческое родство. Я внук Янкелевича. Семейное состязание. Шутят между собой участники и члены жюри. Оценивают мастерство ученики Янкелевича, соревнуются в мастерстве его творческие внуки. Конкурс уникален тем, что объединяет все возрастные категории. Но главная интрига в старшей группе. Из 14 конкурсантов во второй тур пройдет лишь половина. Трое должны остаться в финале и будут играть с омским академическим симфоническим оркестром. Абсолютное лидерство выявит исполнение старинной сонаты. Редко исполняемая и малоизвестная музыка, уверен председатель жюри Александр Брусиловский, лакмусовая бумажка, что поможет разглядеть в ученике музыканта. По крайней мере так утверждал Янкелевич. Он придет, по глазам видно, что он хэппи, что он доволен. Он погладил свой уз и говорит, что не дурно. Это значит, ты играл вон. Несмотря на то, что результаты первого международного конкурса имени Янкелевича огласят 9 марта, билетов на гала-концерт уже не достать. Впрочем, главный результат уже достигнут. Дело всей жизни и Юрия Янкелевича продолжается. Фестиваль российской культуры в Южноафриканской республике открылся выступлением солистов Центра оперного пения Галины Вишневской. Среди участников известны музыкальные, балетные и театральные коллективы из разных городов нашей страны. Фестиваль пройдет в главных культурных центрах ЮАР, в Притории, Йоханнесбурге, Кейптауне. Другие сообщения с карты мира в обзоре Игоря Рябцева. Шедевры Пикассо в Лондоне. В Национальной галерее проходит выставка, которая называется «Пикассо, бросая вызов времени». Именно это в начале прошлого века сделал художник. Бросил вызов мастерам прошлого, которых он так любил. Веласки, Сугои и Эль Греко. В экспозиции более 60 полотен. Все они – дерзкий ответ Пикассо, традициям Ренессанса и Барокко, импрессионизма и реализма. Рембрандт, Элакруа, Энгар, Мане и Сезан. Он изучал их мастерство, а параллельно развивал свое. Сразу в нескольких направлениях. Изображения мужчин и женщин в испанских портретных традициях, пейзажи, автопортреты. На протяжении всего творчества Пикассо возвращался к искусству классиков. Завтрак на траве Мане, Менина, Веласкеса. Сотни шедевров прошлого вдохновляли его. Он говорил «Дайте музей, и я заполню его». Наверное, если бы все коллекции старых мастеров исчезли, их снова можно было бы найти. На полотнах Пабло Пикассо. На закате жизни он возвращается туда, где начиналась его карьера. Спектакль одного актера в театре Кирка Дугласа в Калифорнии. Автор – Кирк Дуглас. Главный ролик – Кирк Дуглас. Полтора часа «Легенда Голливуда» делится с поклонниками своей душой, своими воспоминаниями, взглядами на жизнь и щедро шутит, даже по поводу своей болезни. Когда вас разбивает паралич, вам нужно говорить медленно, чтобы вас поняли. Я заметил, что когда говорю медленно, люди меня слушают. Они думают, что я скажу что-то важное. Эта фраза, несомненно, вошла бы в новую книгу, которую актер собирался написать в этом году. В последний момент он передумал и решил заменить очередной том спектаклем. Тем более, что за долгую карьеру ему не удалось запомниться театральными ролями. Маленькая актриса в фильме о маленькой актрисе. Правда, десятилетняя Элли Фаннинг, исполнительница главной роли в картине «Фиби в стране чудес», сыграла уже в двух десятках фильмов, а ее героиня готовится к своей первой роли в школьном спектакле «Алиса в стране чудес». Я прочитала сценарий и влюбилась в нее. Фиби такой уникальный персонаж, и во многом это благодаря Дэниелу. Дэниел Барнс, молодой режиссер, пока еще пробует себя на кинопоприще. За его плечами всего одна лента, да и та прошла незамеченной. Игорь Рябцев, служба информации телеканала «Культура». Цветы – остатки рая на земле. Выставка с таким лирическим и одновременно философским названием открывается в Третьяковской галерее. В отечественной музейной практике подобных проектов еще не было. Сквозной мотив экспозиции – изображение цветов, объединил произведения религиозного и светского искусства нескольких веков. От фрагментов древнерусских фресок до работ современных художников. Репортаж Юлии Козюковой. Тетсунори Кавана, всемирно известный дизайнер, создает вокруг сенокоса пластово трехмерное пространство. Это чтобы жители каменных джунглей еще острее почувствовали великолепие первозданной природы, о котором уже забыли. Полдень, очень много солнца. Я представил множество солнечных лучей, ту атмосферу, которая окружает людей в поле. Это и океан зелени, и богатство красок, и дуновение ветра. Мне захотелось передать все эти ощущения в своей инсталляции. Вот это сирень в Рубеле. Пока королеву выставки «Врубелевскую сирень» переносит из зала постоянные экспозиции в зал временный, у входа в инженерный корпус уже появился арт-объект, посвященный Врубелю и символистам. При приближении к нему хаотичные, казалось бы, цвета подиума превращаются в известные цветы и женщину с глазами Бэмби. Здесь у нас будет и русский лук, как Андрей Белый говорил. Для меня Россия – это цветущий русский лук. И в зале окна художника все эти работы, почти что с открытыми окнами, выходят на пейзаж ландшафта России. И вот там вдруг будет парадоксальный лук. То есть лук, который будет с неба. Знаковые произведения русской живописи сопоставлены с малоизвестными. Например, портрет Елизаветы Кисти австрийского художника Пренера. Императрица подобна Мадонне в обрамлении цветов. В центре подсолнух над головой императрицы. А подсолнух, конечно же, следит за солнцем. И если мы вспомним, что в XVIII веке король солнца, то, конечно же, подсолнух – понятная символика. Третьяковка решила обратиться не только к своим великолепным фондам. В экспозиции предметы из музея декоративно-прикладного искусства с цветочными мотивами. Похожие орнаменты можно увидеть у древних иконописцев. И еще оказывается, что русские традиционные платки сделаны по эскизам Натальи Гончаровой, а под носы Петра Кончаловского. Третьяковская галерея задумала этот проект как праздничное действие продолжительностью в два месяца. Теперь 8 марта, Пасху и День Победы можно будет отметить среди цветов. Юлия Кузякова, Максим Ошибин, служба информации, телеканала «Культура». В центре Франкфурта воздвигнуто эффектное сооружение, построенное по проекту знаменитого итальянского зодчего Массимелиана Фуксоса. Оно напоминает огромную скульптуру, покрытую тысячами треугольных стеклянных панелей. Но главная особенность проекта – это два так называемых водоворота или каньона, как их называет сам архитектор. Тот, кто оказался в основании такого каньона, почувствует себя на дне гигантской воронки. Подробности на сайте архи.ру. Поиск во всемирной паутине продолжает Алексей Че. Люди не так уж сильно отличаются друг от друга, тем более в современных городах. В одних и тех же местах достают фотоаппараты, позируют, зевают, думают о высоком или перебегают дорогу. Это доказал нью-йоркский фотограф Питер Фанч с помощью эксперимента. Он устанавливал камеру и в течение дня делал бесчетное количество снимков, не меняя композицию. А затем создавал свой коллаж, соединяя людей по интересам. Граница человеческого тела – иллюзия. Это утверждают зрители, которые побывали на новом лазерном шоу австралийской танцевальной группы Chunky Move. Главное в перформансе – сочетание танца и лазерной проекции. Благодаря этому тело танцора становится бесформенным пятном или вообще рассыпается на тысячи мелких частей. Проект Multiverse, развернутый в Вашингтонской национальной галерее искусств, пользуется невероятным успехом у публики. Автор Лео Вильериал использовал 41 тысячу светодиодов, чтобы явить зрителям красоту Вселенной в 60-метровом тоннеле. Примерно так показывают внутреннее убранство космических кораблей в фантастических фильмах о добрых пришельцах. Миниатюрные города китайской художницы Инсючжэнь легко можно забрать с собой в любую точку мира. Ведь ее Мельбурн, Ванкувер или Сан-Франциско умещаются в чемодане. К тому же возведены они из носков, ремней, кофточек и рубашек. Во всех этих городах художница успела пожить, полюбила их, а теперь не хочет расставаться и возит с собой. Все ссылки на новости культуры из всемирной паутины вы найдете на сайте телеканала Культура. Всего доброго, не потеряйтесь в сети. Нынешний год проходит под знаком 200-летия со дня рождения Гоголя. Наш телеканал подготовил несколько новых программ, посвященных жизни и творчеству классика. 10 марта начинается показ многосерийного документального цикла «Оправдание Гоголя», созданного при участии Банка ВТБ. Об этом и других проектах рассказали на пресс-конференции. С подробностями Евгения Твардовская. Узнать о новых проектах канала Культура на пресс-конференции можно было из первых рук. Пришли авторы фильмов, режиссеры спектаклей, актеры. Однако 200-летие писателя – только повод для творческих поисков. Гоголевская тема не сходила с экрана нашего канала все 11 лет. За 11 лет существования нашего канала нами создано около 70 программ, так или иначе связанных с творчеством и с гоголевской темой. Однако в марте зрители ждут только премьеры – самая крупная 10 серий документального фильма «Оправдание Гоголя». Его автор Игорь Золотузский – исследователь наследия писателя со стажем в не один десяток лет. А потому ему было несложно на фоне многочисленных трактовок, интерпретаций, отставить свою точку зрения на наследие Гоголя. Нам хотелось, чтобы на портрет Гоголя, на его лицо и на его душу упал свет. Потому что сам Гоголь и его смех излучает этот свет. Фильм снимали полтора года в России, Италии, Израиле. Он получился многотрудным, говорят авторы. Скажем, из почти полусотни интервью, взятых в Риме, в окончательный материал вошла только треть. Но главная трудность была, конечно же, не техническая, скорее, драматургическая. В жизни Гоголя было немного внешних событий, но была очень мощная духовная жизнь. То, как отразили ее авторы фильма, уже оценили литературоведы. Он в 33 года заканчивает первый том «Мертвых душ». Собственно, он все главное осуществляет в своей жизни до 33 лет. Он молодой писатель даже по нынешним меркам. И вот в этом, конечно, тоже трудность. В этом тоже трудность. И воссоздать такую биографию, особенно внутреннюю, средствами кино, средствами телевидения, безумно трудно. Фильм охватывает все вершины жизни Гоголя, все его творческие кризисы, делая акцент на главной, так и непонятой и непринятой многими стороне жизни писателя, его православной вере. Отсюда и название «Оправдание Гоголя». «Оправдание Гоголя – это не оправдание его перед его критиками, его читателями. Не это оправдание мы имели в виду, а то оправдание, которому Гоголь шел всю свою жизнь. Оправдание перед Богом. И это случилось. Он умер во сне, как умирают праведники». Биографическую линию продолжит документальный фильм «Гоголь. Прощальная повесть». Он снят творческой командой молодых авторов. Драматургическое наследие будет представлено большим театральным блоком, в том числе телеверсиями. Здесь пальма первенства у театра имени Маяковского. Теперь мертвые души в интерпретации худрука театра Сергея Арцебашева увидят миллионы зрителей. «Очень хотелось, чтобы по мысли автора он все-таки предполагал и мечтал попытаться вывести Чичиков в положительные герои». «Двухсотлетие Гоголя» стало для нашего канала поводом продолжить работу в жанре телетеатра. Будут представлены два спектакля с названиями, которых в собрании сочинений Гоголя нет. Это «Немая сцена» в постановке Алексея Левинского и «Башмачкин» Владимира Мерзуева. «Весьма вольная интерпретация этого текста, очень талантливая». Кроме новых, наш канал представит и хорошо известные постановки. Таким образом, у зрителей будет выбор. Что в случае с Гоголем – дело обычное. Ведь он, один из самых известных русских писателей, является вместе с тем одним из самых малоизученных и загадочных. Евгений Твардовский, Олег Левицин, Служба информации, телеканала «Культура». Наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи.